всем привет привет меня зовут инна долгожданное видео на моем канале покупочки фикс прайс вот столько их оказалось это кстати новогодний фикс прайс очень давно я не была в российском фикс прайсе у нас в беларуси сейчас открыли тоже но все равно для меня это очень разных две вещи и по цене и по ассортименту все равно мне больше нравится российский очень много как и новинок каких-то для меня так и вещей которые я повторяю так и каких-то бытовых вещей но давайте вот с бытовых и начнем покажу вам вот такой вот коврик ничего абсолютно необычного обычный придверный коврик стоит он 199 рублей и коврики я покупаю очень часто фикс прайс мне не там нравится они классные по качеству прорезиненные классные у меня у дверей лежит такой мнущийся тряпочный такой мне хочется такой более плотный тем более сейчас уже грязь у нас такая зима белорусская как обычно все это тянется вот такой знаете большой классный нормальный вот такой вот прям коврик такая покупочка знаете хозяйственная поэтому в принципе много не они не скажешь так девчонки я вам хочу показать вещь вот казалось бы элементарная простая штука но я о ней мечтала вот наверное до сегодняшнего дня это заварочный чайник просто обычный стеклянный прозрачный чайник вы не представляете как я долго его хотела и казалось бы что может быть проще найти обычный вот такой вот стеклянный чайник немножко но это казалось нереально сложно их нет по крайней мере у нас нигде в беларуси где бы ни было я нигде их не встречала я огромная любительница чаев я очень часто пью чай ну а точнее сказать каждый день пью чай и я очень хотела себе вот такой прозрачный красивый чайник и я его нашла в моем любимом моем палочка-выручалочка магазине фикс прайсе стоит он 199 рублей на 520 миллилитров как раз вот вечером попить чайку ну тут даже вот я не знаю на одного человека на два максимум блин очень добраться уж речь о посуде а чайники то я купила вот такую вот кружку вот такая вот новогодняя красивая кружечка написано мэри крисмас вообще я люблю чисто белую посуду у меня посуды только чисто белая вот такая вот белая без рисунков без разнобоя без всякого но в новый год у меня такая небольшая коллекция посуды это какие-то такие тарелочки в виде там снеговика какой-то там снежинки и вот такая вот чашечка я ее буду использовать только вот на вот этот вот зимний период знаете попить какого-то вкусного там капучино из нее или сделать ребенку горячий шоколад он его пьет каждый день но пусть вот такая кружечка будет мне она понравилась что у нее именно она водка знаете как как старая какая-то кружка вот как раньше были такие вот широкие вот с такими вот помните как были железные кружки вот с такими ободками вот почему-то мне напомнила вот такой вот именно дизайн кружки но взяла ее вот потому что она мне понравилась дальше посуда не посуда но вот это вот такая вот красота ананас такой это такая шкатулочка может быть кто-то может быть использовать ее будет как баночку для специй для соли и в общем ее кто на что гораст кто что может придумать так можно ее использовать она обычная вот такая беленькая пустая я очень люблю просто-напросто белый декор все сейчас свои какие-то вот видите меня например цветочки стоят в озончике кстати тоже из фикс прайса сто лет назад покупала все в белом вот таком вот декоре и если у меня вот например сейчас лежат колечки в какой-то такой шкатулочки не белый то я их просто хочу поменять я хочу чтобы у меня был чисто белый красивый такой вот знаете стильный декор где-то немножко золота где-то немножко серебра какие-то детали но а основа естественно белая очень мне понравился цена не дешевая 199 рублей но мне кажется если вот на презент кому-то какой-то девушке подарить под вы для декора серебро и золото покупаю уже во второй раз в прошлом году именно вот своих новогодних покупках я покупала серебро и золото они меня на разошлись на ура роскошный серебряный и золотистый спрей это не блестки это серебрянка и ну золотая серебрянка короче очень я много где их использовала и шишки красила и декор тоже делала разошелся на ура качество классная и прям вот ну необходимо он мне снова мало ли что я затею мало ли что я буду делать вам советую потому что вот проверенная покупаю уже второй раз так тетради с машинками у нас такая проблема в беларуси нигде нет тетради школьных обычных тонких с какими-то вот такими мальчишескими принтами машины футбол и так далее и их мы только находим фикс прайсе ребенок не сказал мы уже покупали их там не не раз и он не сказал бери столько сколько будет их там было только 2 остальные просто такие однотонные тетрадочки вот две тетрадки нашла две тетради в клетку но хоть это и на том спасибо далее из кухонных таких прибамбасов набор форм для печенья там были разные форме снеговиков и снежинок и имбирных человечков почему я взяла именно одну снежинку они здесь разные идут по диаметру во первых мне понравилось то что здесь есть очень большая снежинка то есть можно вырезать какие-то печенье есть очень маленькая снежинка с которой можно вырезать вот такие вот тостики делать вот вот такие вот канапешки делать что-то такое знаете закуски какие-то то есть маленькие снежиночки повырезал хлебушек повырезал сыр повырезал колбаску мне вот это показалось очень интересно остальных везде ну такие довольно таки большие не вырежешь маленькую вот наверное Из-за чисто маленькой я и взяла, но я думаю, мне пригодятся все абсолютно. Так, не первый раз беру одноразовые пеленки. Я их использую для, когда наращиваю реснички, то у меня клиентки ложатся головой на вот эти вот одноразовые пеленочки. Там есть разных абсолютно размеров, 40 на 60, 60 на 60. В общем, какие есть, такие я беру. Беру уже, по-моему, в третий раз. Очень они мне нравятся. И даже использовала их, помню, и на пикник брала. Ну, в общем, они у меня разошлись, и такая вот довольно-таки вещь нужная. Поэтому взяла еще раз. Мешки для мусора – это то, на чем я не буду заострять внимание, но они пахнут лимоном. Это раз, и они биоразлагаемые. Это два. Ну, вот так как-то меня заинтересовало, тем более у меня были нужны мешки для мусора. Я ищу там определенные, у меня там есть любимые мешки для мусора, но их там не было. Но пришлось взять такие вот. Так, посмотрите, какую крутую штуку я там нашла – декоративный ящик. Вот, казалось бы, нафига он тебе, декоративный ящик? Но, когда я его увидела, у меня сразу, знаете, ну, как минимум три идеи возникло, как его использовать. Во-первых, вот самая первая идея у меня возникла – это поставить его на подоконник и сделать вот этот новогодний декор. То есть не по подоконнику расставлять свечки какие-то там, елочные шишечки, какие-то там маленькие елочки, а именно все это сделать в коробке. И очень легко тогда вытирать пыль. То есть поднимаешь коробку, вытираешь пыль и ставишь ее обратно. Таким же образом можно делать декор весной и летом, ставить какие-то маленькие вазочки, наполнять их какими-то цветочками, листьями, ягодками, чем-то вот таким вот. И в-третьих, мне вот, а, еще и даже есть четвертая версия, в-третьих, использовать просто тупо как такой поднос для фруктов. То есть вот просто поставил на кухню, где у меня абсолютно белая красивая кухня, он здесь хорошо впишется. И просто наложить сюда яблоки, бананы, грейпфруты, апельсины, мандарины. То есть тоже очень-очень здорово. И в-четвертых, использовать его как разнос. То есть очень часто, ну не часто, каждый день вечером чай мы пьем уже где-то в комнате, там играем в уно, или там, когда смотрим телевизор, или когда во что-то там играем. То есть мы это делаем не на кухне, мы это делаем где угодно, но не на кухне. И посмотрите, какой довольно-таки вместительный, классный поднос. Вот поставил даже элементарно, посмотрите. Нет, не влазит. Но чашка влезет, влезет какой-то мисочка маленькая с орешками или пакетик с орешками, печенье какое-то, ну то есть бортики закрыты, ничего не покрошится. Вот мне кажется очень удобно. За ручечки взял и понес, и пожалуйста, пей чай. Вот такой красивый ящик. Так, взяла рулетку. Рулетка ничего необычного, просто моя сломалась, а мне нужна рулетка. Как бы это странно не звучало, она мне нужна очень часто, потому что я работаю тренером, и часто я принимаю прыжок в длину, и рулетки эти просто, они как одноразовые. Они просто уничтожаются, особенно если дети их растянут, они потом уже назад не залазят. Ну, в общем, рулетки расходятся. Вот взяла себе такую свеженькую новую рулетку. Еще из таких интересных гаджетов взяла электронный безмен. Дело в том, что вот в этом году мне прям капец как нужен был электронный безмен. Когда я летала отдыхать и летала там на соревнования, нам необходимо было взвесить багаж, узнать сколько у нас, узнать делить его или не делить. И ему просто невозможно было ни на чем взвесить. Этот безмен до 40 килограмм. Мне кажется это очень удобным. Здесь он идет на батареечках. Прикольно, удобно, хорошо. Вот брошу просто в такую корзину своих бытовых там гаджетов каких-то, что где у меня лежит, и пусть они там лежат, и пусть раз в год, но они все равно понадобятся. Даже взвешивать мне кажется, ну я не знаю, вот принесешь, например, пакет с помидорами там от родителей, да, или там еще что-то, но захочется взвесить. Возьмешь и взвесишь. Или вот, например, я отправляла девчонкам посылки подружкам. Ну вот взяла эту коробку и взвесила. Вот легко и просто и хорошо. Поэтому вот такая нужная вещь. Еще одна не менее нужная вещь, это ремень для багажа. Это вот такой вот ремень, который используется вместо обверточной вот этой пленки. Просто обматывается багаж под ручку, и на кодовый электрон, на кодовый вот этот цифровой замочек ставим код, и все. Почему я его купила? Девчонки, в этом году я летала в Италию, и это был перелет по Европе, это был не чартер, и вы знаете, я одна, единственная была, одна из всего самолета, чей багаж был упакован в пленку. Мне реально было стыдно, то есть у них это не принято, то есть там никто ничего не крадет, никто ничего не достанет, и все там в целости и сохранности. Мы же привыкли, знаете, когда летаем там в Турцию или Египет, все вот это вот упаковано в лохмотьях, вот в этом целлофане, все вот это по колхозному, по страшному. И у европейцев я видела вот этот вот гаджет. Мне показалось это так удобно, так хорошо, просто перетянул, набрал код и все, просто никому в голову не вздумается там резать его или там срывать. Поэтому вот, ну возьмите на заметку, может быть, пусть тоже раз в год, два раза в год, но он понадобится, вещь такая нужная. Так, ну новогоднее еще, видите, новогоднего в принципе-то очень-очень мало, потому что ну вот такого, чтобы меня прям зацепило, чтобы я прям аж тряслась, вот такого вот не было. Может быть, у меня всего в достатке такого уже, знаете, но купила вот единственная вот такую вот мышку. Каждый Новый год у меня символ Нового года, он либо в виде елочной игрушки, либо в виде просто мягкой игрушки, ну вот какой-нибудь такой символ я нахожу и приобретаю. Я собираю коллекцию елочных игрушек и каждый год она у меня пополняется, ну порядка там двух-семи штук. То есть я считаю, это достаточно хорошее ежегодное пополнение, причем игрушки должны быть не просто вот это вот, знаете, то, что вот в каждом магазине, в каждом там Евроопте будет лежать, а что-то такое вот действительно необычное. Мне эта мышечка понравилась тем, что она как ручная работа очень хорошо сделана, вот действительно сделана как ручная работа. Вот я вижу вот это вот, что глазки пришиты, что вот нету ни клея, ничего. То есть все вот так вот очень аккуратненько сделано, вот будет в мою коллекцию такой вот мышонок. Так, девчонки, варежки, забыла как называется, самые простые, за 199 рублей, вот из такого мягкого-мягкого искусственного меха варежки. Знаете, варежки для меня это абсолютно одноразовый, ну как сказать, на сезон, да, на одну зиму аксессуар, потому что они у меня приходят в негодность настолько, что их просто остается выбросить. Поэтому какие-то дорогие, какие-то шерстяные, какие-то там кролика и песца и норки я не покупаю, потому что это абсолютно бесполезно. Я очень-очень мерзлючий человек, то есть если погода менее 20 градусов с плюсом, все, я отмерзаю, я вымерзаю и все. Все, что ниже нуля, это для меня просто катастрофа, я очень сильно мерзну, я с сентября начинаю носить зимний пуховик. Я очень-очень сильно мерзну. У меня руки мерзнут так, что у меня просто белеют пальцы, не поступает кровь, то есть для меня мне должно быть очень тепло. Я всегда очень тепло одеваюсь, мне вообще плевать, что это, ресторан, там еще что-то. Я всегда очень-очень тепло одета. Особенно, когда утром выходишь греть машину, когда надо драть стекла, когда надо там открыть, замерзли, там вообще замерз замок, замерз багажник. И, естественно, я должна одеть какие-то нормальные такие рабочие рукавички, чтобы где-то там и почистить, где-то там и дернуть хорошенько, чтобы мне было очень комфортно. И хорошо, у меня даже скребок есть такой, мне папа подарил, он такой фирменный в рукавичке, то есть вот здесь приделан скребок, вот так вот он приделан, а ты руку просто одеваешь в рукавичку и скрябаешь. Короче, у меня даже такой скребок фирменный. В общем, купила вот просто такие вот одноразовые перчатки, я их купила двое, у меня еще синенькие есть. Вот эти я купила, они все идут одного размера, но синенькие я купила ребенку. Будет он носить, не будет, я ему дал, он померил, сказал, мне не нравится, неудобно будет снежки лепить. Я говорю, когда ты придешь, у нас обычно так бывает за прогулку, за час, например, он вышел на улицу лепить снежки, кататься с горки. Потом он приходит раз за три, я его полностью переодеваю, потому что там мокрое все насквозь. И понимаете, когда четвертый раз тебе просто уже не в чем отправить ребенка, потому что уже одежды нету, вот такой там штанов каких-то теплых, рукавиц все на батарею уложено, то я говорю, что ты будешь еще рада надеть вот эти перчаточки там и покататься с горки, и будешь просто довольна. Поэтому ждем суровую зиму, будем испытывать перчатки на прочность. Мне осталось совсем-совсем мало, естественно, я никогда не прохожу мимо раздела с книгами. Там есть и очень часто я нахожу взрослые хорошие книги, я не покупаю любовные романы, я люблю что-то типа психологии, спорта, там, знаете, кто кого чему учит, что-что-нибудь такое. Ну, естественно, и смотрю всегда детские книги. Посмотрите, какую книгу я нашла. Девчонки, Джек Лондон, Белый Клык. Белый Клык в детской версии, так скажем. Я вам скажу, кто меня смотрит, кто подписан на мой инстаграм, вообще кто меня знает, знают, что я обожаю Джека Лондона. Это мой самый любимый писатель вообще, в принципе, и все его рассказы, это просто что-то нереальное, что-то невероятное. Это просто ты погружаешься в такие приключения, ты там, я не знаю, забываешь обо всем на свете, сходить в туалет, там умыться, и ты только будешь читать, читать и читать. И мое знакомство с Джеком Лондоном началось именно с книжки Белый Клык. Она у меня есть в оригинальной версии, так скажем, во взрослой. И я умоляла сына, Влад, прочитай эту книгу Белый Клык. Ты просто не представляешь, как там интересно. Там вот про волка, это просто, это просто офигеть можно. Я не передам словами, мне, наверное, ни один так в жизни не нравился рассказ, не захватывал меня так, как вот именно Белый Клык. И тут я нашла, и, в общем, он начинал несколько раз, но там немножко, все-таки, понимаете, Клондайк, Север, такие слова немножко сложноватые. Он психовал там, как-то начинал, начинал, но не закончил. И тут вот я купила ему, посмотрите, она с иллюстрациями идет. То есть читать и смотреть иллюстрации, ну, блин, ну, это мечта, я не знаю, любого ребенка, любого, блин, взрослого даже. Посмотрите, как красиво, как здорово. Я и в данный момент читаю книгу не Джека Лондона, но о Джеке Лондоне. Его написал Ирвинг Стоун, он пишет автобиографии, он написал автобиографию Джека Лондона. Вот мне очень-очень интересно, как он родился, кто были его родители, как он начал писать. Вот я сейчас на данный момент читаю. Ну, показала, вот говорю, Влад, смотри, что я тебе купила. Угу, понятно, вот, не знаю, но, по крайней мере, пусть она будет в моей коллекции книг, потому что вот на что, на что, на книги никогда не жалею деньги. И, блин, сама прочитаю вот эту детскую вещь. Ну, и осталась еда. Еды было вообще по минимуму, потому что я ехала с тем, как бы уже с точной установкой, не покупать никаких конфет, вкусняшек, сладостей, печенюшек. Ничего в фикс прайсе, потому что скоро Новый год, у нас будет и так очень много подарков, и зачем тратить деньги на сладости, и, как бы, потому что они вот-вот уже скоро будут. Но всегда-всегда покупаю в фикс прайсе вот такую вот арахисовую спесь с фруктами. Здесь сухофрукты, здесь, девчонки, 300 грамм. Это очень хороший большой пакет. Я вот, честно, я не помню, сколько он стоит, хоть меня убейте. Или 77 рублей, или 99. Не помню просто. Но я всегда беру их очень много. Я взяла 4 пакета. Не первый раз я их беру, и всегда советую обратить внимание. Это самая, на мой взгляд, дешевая по цене смесь вот этих сухофруктов. Я с ними всегда пью чай. И, знаете, там очень хорошая смесь. Там и цукаты, и изюм, и финики сушеные, и курага попадаются, и вот эти те же самые арахис попадаются. Очень вкусные, очень классные, очень достойные и очень дешевые. Обратите внимание. Еще я всегда почему-то в фикс-прайсе покупаю казинаки. Либо казинаки, либо вот воздушный рис такой, знаете. Тоже, на мой взгляд, вот просто похрустеть. Вот я купила 3 штучки. Ну, мне нравятся вот такие вот, знаете, а-ля сладости из 90-х, да. Наши такие вот СССРовские сладости. Поэтому вот взяла казинаки. То есть из сладостей все. Ну, вот такие вот были покупочки у меня. Вроде, вы знаете, как бы и немного, но 3 тысячи я там оставила. Блин, цены дорожают. Как что ни возьми, уже там нету, знаете, как раньше было. Все по 49 рублей, я помню. Ну, ладно, бог с ним, пускай по 77 уже все подорожало. Но там уже и по 99, и по 155, и по 199. И в основном, в своем большинстве, все по 199. А это уже, как говорится, копеечка. Ну, вроде бы, такие покупки, знаете, нужные. Я уже как-то вот на эти полисборники не смотрю. Я уже не покупаю там какие-то статуэтки там, какие-то вот, не знаю, там даже какие-то палочки там, что-то такое. Вот это уже не покупаю. Вот уже, слава богу, отказалась от продуктов там, от еды. Но есть такие вещи, которые можно купить только фикс прайс и только фикс прайс. Спасибо большое, что побыли со мной, посмотрели, послушали меня. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться и дружить. Всем пока!